Метро 2033 Игра у нас в Xbox, и надо сказать, что она реально превзошла, наверное, все наши ожидания, так как все русскоязычные игры чаще всего воспринимаются как, ну, наверное, сделали что-то неплохое, и даже можно будет поиграть. К Метро 2033 это не относится, игра, как уже сказал Саша, реально практически не забагованная, в отличие от Сталкера, в ней есть интересный сюжет, и самое главное, что это, наверное, один из самых необычных и захватывающих именно синглплееры FPS, потому что большинство игр сейчас нацелено на онлайн, на всякое мясо, которое там происходит, а Метро 2033 это реально настоящий вот рассказ, фильм, кино, не знаю, там, все что угодно, нацелено на прохождение в одиночку и получение от этого огромного удовольствия. Метро 2033 Ну а теперь, наверное, перейдем к самому главному, к игровому процессу. Вот чем Метро действительно поражает, это своим разнообразием ситуации, несмотря на то, что перед нами First Person Shooter, это вовсе не означает, что вот от первой до последней минуты мы будем бежать по коридору, отстреливать тысячу врагов и не видеть совершенно никакого разнообразия. Если вы сразу узнаете, откуда и из каких игр разработчики черпали вдохновение, но это совершенно неплохая вещь. Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой сыновейник! Да, атмосфера игры, правда, потрясающая. И, наверное, еще надо отметить такую вещь, чего все боялись, то, что игра будет некрасивой и такой довольно унылой, потому что все действие практически происходит в всевозможных тоннелях, катакомбах и прочем подземном, что можно там встретиться в метро и около него. Хочется развеять этот миф. Игра получилась очень красивой, туннели, по правде, почему-то не надоедают, они добавляют только атмосферы. Уровень, где мы видим всякие аномалии призраков, очень классный. Выходы на поверхность в разрушенный город тоже очень запоминающиеся. И хочется отметить то, что разработчики очень много внимания уделяли всяким мелким деталькам. Например, при выходе на поверхность наш персонаж обязательно надевает противогаз. И по мере того, как в негодности приходит фильтр, который используется в нем, маска, через которую мы смотрим на мир, она начинает потихоньку в себя запотевать. Персонаж начинает очень глубоко дышать. И там за несколько секунд до того, как фильтр сменяется, если у нас, конечно же, есть запасной, в общем-то, уже ничего практически не видишь. Какой-то герой там немного покачивает. Это все очень придает атмосферы. Еще хочется отметить, например, что, находясь в том же самом вот этом противогазе-респираторе, если на нас нападают монстры и начинают нас активно дубасить, то стекло на нем, оно трескается. И выглядит это очень здорово. И вот такие вот мелочи, из таких мелочей, в принципе, наверное, строится вся атмосфера игры. То, что здесь местные валюты — это патроны. При этом у нас есть патроны, которыми мы расплачиваемся, и есть патроны, которые заряжаются в оружие. Но при этом, если у нас вдруг закончились все боевые, то мы можем зарядить те самые деньги и начать расстреливать монстров деньгами. Это тоже очень прикольно. Да, при этом хочется отметить, что деньгами тут служат именно армейские патроны и те кустарные, которые были произведены в самом метро. И они обладают повышенной убойностью. Поэтому очень часто перед нами стоит такая дилемма. Вот сейчас на нас будет нападать много монстров, скорее всего, они нас загрызут. Что делать? Активно стрейфиться и проявлять чудеса героизма, как Рэмбо? Или все-таки зарядить ценные армейские патроны и пройти это место, так сказать, особо не напрягаясь? Тут еще хочется сказать, что разработчики Metro 2033 пошли по пути команды, сделавшей Dead Space. У нас все элементы интерфейса, которые информируют игрока о количестве времени, которое можно провести в противогазе, о уровне скрытности, о том, какое задание на данный момент является приоритетным, все это вживлено в окружении. То есть, к примеру, для того, чтобы посмотреть дрифинг, вам не нужно нажимать какой-нибудь Tab или Select на джойстике и смотреть на надпись на экране. Вам нужно сперва достать планшет, потом, если вокруг темно, нужно зажечь зажигалку, и только после этого вы увидите, что на планшете написано. Это как-то добавляет происходящему атмосферности, и, к примеру, в тех миссиях, где вам придется буквально убегать от противников, и вы решите вдруг припомнить, а что же от вас требуется, вам это будет сделать очень непросто, потому что во время бега читать планшет неудобно. Ну, хочется добавить, что в отличие от книги, в игре есть секретная альтернативная концовка, а вот какую концовку, книжную или альтернативную, вы получите, всецело зависит от вас, от того, как вы будете играть и что будете делать в игре. Хочется еще добавить, что, конечно же, в игре есть свои недостатки, несмотря на то, что багов мало, они присутствуют, что многие ругаются на их, хотя мне все понравилось. Наверное, главнейшей претензией к метро является сам сеттинг, полностью перекочевавший из книжки, потому что, как только ты начинаешь задумываться о том, а вот почему на земле там вот вне метро воздух отравленный, а под землей воздух нормальный, считываешь, там никакой системы фильтрации нету, вот как только ты начинаешь над всей этой ерундой задумываться, у тебя сразу атмосферность пропадает, поэтому, наверное, могу порекомендовать только одно, не задумывайтесь о том, как вселенная метро работает. Вот она такая есть, примите ее такой, и игра вам, ну, безусловно, понравится. Что это за хрень со мной была? Артем, ты слышал это? Ну и песни, слаще Владимирского Централа.